Нас готовы принять на допросы. Аня, покажи поручение. Максат, вы нам должны поручение описать. Это законное поручение, согласно которому 9-го года. Покажи поручение. Смотрите на Добенова. О, Добенов. Он Акмарал Кирибаева вел дело в нашей активистике. Аня, покажи поручение. Вы же на службе находитесь. Дай поручение, пожалуйста. Сначала, чтобы я затыкнусь. Вот, вот Балат Эдегевич, Аня, задает вопрос, что за поручение. Нет, здесь прямые эфиры, здесь МИ. Вы мне его в руки не даете никогда, да? Да. Вот, Балат Эдегевич, посмотрите. Это незаконное поручение. Абсолютно уголовное поручение. На улице вас можно забирать просто так. Можно, да, перед митингами. А здесь прямого-то нельзя. До того доведены, вот тебе понятно, в ноги позор за вот это поручение. Понял? Ты понял меня? Балат Эдегевич, вас это тоже касается. Вы же считаете нас экстремистками. Вы считаете наших подопослужных женщин экстремистками. Абсолютно уголовное поручение, которое мы когда-то не даем там руки. Поехали, вы же бросаете. Вот, вот Ивона. Машу, что у нас. Абсолютно уголовное поручение. Вы бросаете. овать. Абсолютно уголовное поручение. Общип!? Вы бросаете. Добро пожаловать в Казахстан! 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 А вы знаете, 9 ноября был санкционированный митинг Санкционированный, на который сотрудники полиции нам всегда говорят Ходите, пожалуйста, только на санкционированные митинги Но при этом почему-то они нам не дали выйти даже со двора А 10 ноября, вы знаете, проходило собрание по референдуму И тоже наших областей задерживали по дороге и увозили в рупы маленькие, да? Они не дошли даже до собрания по референдуму Вы хоть один раз смогли получить разрешение на митинг? В ходе досудебного, еще раз повторяю, расследования А также при мониторинге социальных сетей достоверно установлено Непонятно кем, да? Что сторонниками данной экстремистской организации 9-10 ноября 2019 года на территории города Нур-Султан Планируется провести незаконный митинг Без разрешения местных властей поддержку экстремистской организации ДВК Но мы при этом знаем, что 9 ноября было разрешение Был санкционированный митинг На основании выложенного в целях предотвращения проведения Несанкционированного митинга и акции протеста Руководствуясь статьей 60, частью 9, 188, часть 3 УПК Республики Казахстан Прошу вас поручить уверенным вам сотрудникам Типа Баужанов, Фейкмана, Дидара Садвакасова, Курманова Даули И кто у нас? Бигбауф? Бигбауф Мурат, да? Значит, поручить уверенным вам сотрудникам Принять все меры, направленные на установление личности лиц Намеренных организовать Часто в данном несанкционированном митинге И по предотвращению их Надеюсь, не расстрел, да? В целях предотвращения тяжких последствий Необходимыми силами Это не я писала И средствами, а также совместно с представителями Акимата Прокуратуры Принять все меры Направленные на обеспечение общественного порядка На предполагаемых местах проведения несанкционированных митингов 9 ноября был санкционированный митинг А также разъяснение требований законов Призывая от участников незаконных актов Прекратить свои незаконные действия Осмотреть Значит, что разрешается делать? Осмотреть сотовый телефон И при необходимости изъять Для назначения экспертизы Что такое при необходимости изъять сотовый телефон Для назначения экспертизы Далее В случае непрекращения А также при явных нарушения Требования закона РК О порядке организации проведения мирных собраний Митингов 6 и пикетов демократии РК Статья 488 КОАПа Республики Казахстан А также иных явных правонарушений Согласно требования закона Ну, об органах внутренних дел Значит, принять все меры Пресечь их правонарушения Задержать Вы видите, какие глаголы, да? Пресечь, задержать Их в целях обеспечения производства по делу Об административном правонарушении Доставить их в органы полиции Для составления протокола об административных правонарушениях А также для проведения соответствующих следственных действий С их участием Согласно памятке-алгоритму Которую, я так поняла, под подушкой у каждого полицейского дома Следственно-оперативных мероприятий При отработке активистов и сторонников Домена, объясняю, что вы подписывали Да Во-первых, никто не доказал Не Полыбаев должен объяснять Обращаю внимание, жирным шрифтом Обращаю ваше внимание Что ход расследования данного дела Находится на особом контроле Руководства МВД РК Тургумбаева, да? В связи, надеюсь, и Масимова, да? В связи с изложенным Прошу вас поручить Исполнить вышеуказанное поручение В кратчайшие сроки и проделанной работе Сообщить СУ Что такое СУ? Следственное управление Следственное управление Департамента полиции города Нур-Султан И на основании вышеизложенного Прошу вас поручить Веренным вам сотрудникам Установить местонахождение И доставить в УВД И список Старший Вот, пожалуйста, сейчас, сейчас мы Дабенов, объясните нам Вот, старший Соследователь Это управление Департамент Гордон-Султан Старший лейтенант Дабенов Али А потом мы поговорим про допрос Дабенов Нет, Махат Асимбекович Объясните Поверь, Поверь, Поверь Ну, он же под руководством делает Это важно Бахат Асимбекович Объясните Или Саденова Позовите сюда Саденова Тургумбаева Саденова Ну, вы объясните нам Тише Бахат Асимбекович отвечает Вы знаете, я говорю А почему он должен отвечать? Должен отвечать Дабенов Следователь, да? Он профессиональное лицо Подождите, прослушаю Нет, Дабенов А кто его руководитель? Кто его руководитель? Кто он такой? Работает согласно законодательству А почему вы за него говорили? Он не права А кто может? Кто? 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 Что за ослинная демократия? Я не хочу жить в стране с ослинной демократией Вы, пожалуйста, подождите Я вам еще раз говорю Я вас прошу Ну, кто объяснит нам это Вот здесь С обхода уйдите Не парализовывайте работу Я иду на допрос Ну, хорошо Не парализовывайте Нет, вы уходите от ответа Вы уходите от ответа Вы уходите от ответа Бақырсенде 701 001 деген номерден анкоров шалды не олям был не номер крутой деген назарбаев по то каев по кора шалган был брюнчук сонген он баку ауды мен ол кезе естеген жопы сонят не клады морожалды а а а а и и и и и и Добавил субтитры DimaTorzok 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 Я хочу настоящую казахстанскую демократию. Еще раз, вы, пожалуйста, отойдите в сторону. Вы можете зайти, заходите. За бедом, за бедом. Крыш, крыш, крыш. Крыш, крыш, крыш. Крыш, крыш, крыш. Крыш, крыш. Приложите на запрос. На запрос. Тогда, тогда он посчитает это нужно. Да, я прочитаю заявление. Если вы сейчас хотите пройти, пожалуйста, пройдите. Дайте, если у вас есть дополнительные какие-то пояснения. Прошу, мое заявление, Саня. Вместе с ним пройдите. Казахстан, слушай. Можно я? Попаю, идти-то, пожалуйста. Пусть выйдет Добена, это наша проблема. Я вам еще раз говорю. Почему он не дает мне? Я вам еще раз говорю. Я вам еще раз говорю. Я не могу, я не могу, да, и не имею права идти на ваши провокационные, отвечать на ваши провокационные борозы. Пусть выйдет Добена, Добена, еще раз говорю. Он следователь. Заявление. Прошу вас дать ответ, не обращайте внимания. Прошу вас дать ответ о том, прохожу ли я в правильном уголовных делах, введителям, имеющим право на защиту. Если да, то прошу сопроводить ответ мастерялами дела и снижающими данными. Делом ЕРД Р уголовного дела. Статья УК РК, дата открытия уголовного дела, дата привлечения моей персоны в это дело, основание для моего фигурирования в деле, имя следователя, который считает, считаю, что необходимо мое присутствие в деле, имеются ли какие-либо ограничения в отношении меня в рамках дела. Вот заявление, которое мы подали сейчас в канцелярию заранее. На поручение ни Бахы Тасимбековича, Малый Барик, ни Булаты Дхеевича, Шляшин, ни Жахин, а вы кто? Я зам Артыков. Не зам Артыков. На то, откуда появилось вот это незаконное уголовное поручение, нам не объясняют. Мы вам объясняем. Объясните сейчас. СМИ смотрят, Казахстан смотрят. Пройдете к нам, вы не пропустите. Пройдете к нам, скажите. Мы вам объясняем. Весь не пропустите. Чтобы из Казахстана. Сейчас казахстанцы все задаются вопросом. Я сейчас шумят, не дают говорить. Казахстанцы все задаются вопросом. Малый Барик не дают говорить. Можно я смешу, наконец-то? Можно, да? Спокойно. Мне нужно, чтобы он взилюдно объяснил, что это за поручение. Невооруженным глазом, я даже не юрист, я вижу, что поручение преступное, незаконное, противоправное. Мы все, это проблема наша, понимаете? Полтора года. Тетя Алия. Можно он выйдет и нам прилюдно всем объяснит, что это такое за поручение. Если он сейчас не выдан, объяснять буду я. Он должен выйти, сказать, хорошо, я вас всех приму, по порядку очереди, выпишу повестки. Выдам на дом законные, правильные повестки. А не то, что вот здесь, понимаете? Вот, все. Мы сейчас все расходимся по домам. Мы же правовод, в демократическом, в культурном государстве живем. Мы будем все дома. Вы нас все сняли, криминалисты. Вы наши фамилии все знаете. Поэтому мы все сейчас расходимся домой. Время у вас обед, пол первого. Вы будете обедать. У меня дети, у них дети. Мы расходимся и ждем от вас повесток до 16 декабря. Мы хотим пройти допрос, чтобы 16 декабря спокойно пойти с гвоздиками, почтить память погибших 86 года и 11 года. Все. Мы расходимся. Я вас ходить. Все, право, мы решили. Мы ждем. По 86 года. Все, до свидания. Я пошла выйти. Вот по поводу 86 года. Мне что там, верю, вот, задержанными. И каждый год я вот боюсь, если хоть раз я могу на старой телесе 16 декабря отдохнуть. Хорошо. Право на отдых у каждого гражданина. Вы же меня из дома забираете. Вы же меня из дома забираете. Я же ни одно. Я вам ответил. Я вот жиртосармин. Я три года отсидел. Вот смотрите, меня можете проверить. Я вот жиртосармин. С тех пор я ни разу ни на 16 декабря не могу отдохнуть. Я могу сегодня, в будущем, на днях, которые... Вы имеете... Вы меня из дома дергаете. В любом месте. Вы меня из дома дергаете. В любое время суток. Если вы не нарушаете законы... Ну, какое нарушение будет? У меня нарушение есть. Вы имеете право на отдых, правильно? Нет. Вы из дома дергать, забирать будете, нет? Вас из дома? Да. Зачем? Вы имеете право на отдых. Вы же постоянно забираете. Я вас сейчас 15 или 16 декабря. Проводите свой отдых так, как он... Нет, я тогда любого из вас с фотографией приведу к вам. С 16-18 жилой Джилтахсан? Да, да. Меня жиртосармин сказал. Ага. Я три года запомнил. Вы знаете, что это постановление, которое вы читали, оно никак не согласуется ни с нашим законодательством, ни с нашим Конституцией. Значит, достоверно, известно, бабушка нагадала вам. Из-за этого людей забирают. Тем более, 9-й митинг был санкционированный. Достоверно вам известно почему-то. Забирали 10-го, когда шли на собрание правонарушительственное, чтобы инициировать референдум. Просто это нарушение. Это прокоммунитирование. Как это согласуется? С правами человека? Хорошо, я вас конститурую. Конституция со свободой слова, с презумпцией невиновности. Никак не согласуется. Это просто говорит о прямом нарушении всех прав наших. У вас к следственным органам будут вопросы? Конечно. Вы прибыли, что вас допросили, мы вас примем в допросе, если какие-то вопросы. Когда сейчас, сегодня, да? Хорошо, ради бога, допрашивайте. Можно сейчас принять? Я хочу, пожалуйста, я хочу, пожалуйста. Я имею право ввязать право на свободу слова, право иметь политическую позицию гражданскую. А так они обязаны прийти по повестке. Но они же объяснили, чтобы 16 декабря не получили повестку заранее пришли. Еще 16 декабря же нет уже, правильно? Нет, я понимаю, что 16 декабря нет, но когда будут... Но они опасаются, они опасаются. Тогда уже будут такой, что он будет другой разговор, правильно? Но сейчас зачем говорить, да? Как говорится, делить шкуру не убитого медведя, да? Зачем? Еще события не произошли. То есть вы будете 16 декабря их пригласить на допрос? Я еще раз говорю, следователь, да? Она профессионально лицо, она мне не подчиняется. Как он подсчитает нужду, да? В рамках уголовного дела, да? Который, вот вы вам зачитали, да? Он так и сделает. Но я же не могу на него вредить. Я действительно не могу на него вредить. Хорошо, вы сейчас их будете допрашивать? Сейчас, вот вы видите, мы их сказали, зайдите, да, правильно? Кто-то зашел, да? Они не хотят заходить. Нет, они собираются заходить. Нет, кто захотел, зашел. Ну кто, мы выписали колонны, да, зашли. В рамках закона вопросов нет, зашли. Дополнительно, может быть, здесь какая-то, поэтому... Нет, вы не говорите, сам. Может быть, человек придет, не хочет здесь говорить, правильно? Скажите, пожалуйста, а потом после допроса официальное разъяснение дадите нам? Я не хочу. Ну я почему-то вам, зачем мне разъяснение? Давайте следующее расскажем, если оно потребуется. Если человек будет арестован здесь или что-то, а что у него в рамках, в рамках этого, как его, свидетеля, имеющего право на защиту, его запросит? То есть если люди 16 декабря выйдут, почтят память погибших людей 11-16 года, вы их забираете или нет? Никто никого забирать не собирается. Еще раз говорю, вы сами вот, телевидение, все вы знаете. Когда не нарушается общественный порядок, никто никого не забирает. Пускай не нарушается общественный порядок. Пускай не созрет угрозу другим жителям. Пускай не удался для другого жителям. Пускай не забирает. Свидетель, я доказал, что я не свидетель, сказал наручить. Он тут же перернулся. Просто забирает. Ну ни хрена себе. А потом просто подозреваемый, а потом просто обвиняемый. Полицейское государство. Насколько? Логан за мной? Допрос-ка. Нет, никто не зашел. Пускай мы высказывали. Ярбул, по-моему. Нет, нет, ярбул тоже не входил. Просто сами. Ну высказали, что хотели, мы вот сюда поставили. Четка мне отдала. Все? Да. Адресник снимем? Да-да. Адамдардың қорқынышы өте қатты. Адамдардың қорқынышы қаттын болса. Адамдардың қаттын болса. 16-шы жыл 90-ын әлі болған жоқ. 16-шы жыл 90-ын болған гіні көреміз. Арине, олар заңды кізбаса, оларға ешкім тез беттеді. Арине, оларға ешкім тез беттеді. Арине, оларға ешкім тез беттеді. Арине, оларға ешкім тез беттеді.